Друзья, добрый день! Продолжаем работу. Канал StakeLab вас приветствует. И сегодня мы в отличном ресторане, в современном ресторане в центре Киева, на Печерске, в Феникс-Азия. Наш проводник сегодня, Костя Жуков, шеф-повар ресторана Феникс-Азия. Кто не помнит, а может, киевляне, старые любители ресторанной темы, должны вспомнить, что Феникс – это там, где был ресторан Казбек, напротив Суворовского училища. И мы сегодня будем готовить отличные азиатские блюда, говядина в азиатском стиле, в двух исполнениях. И Костя нам сегодня это все расскажет. Друзья, продолжаем. Сегодня у нас совершенно замечательное, экзотическое блюдо – тайский салат с говядиной. Уникальная штука. Кто никогда не пробовал, сегодня узнаете, как это сделать. Костя, расскажи, как этот салат готовится, из чего и чем он хорош? Ну, салат достаточно классический, будем так говорить. Нам понадобится мясо. Это самое главное у нас ингредиент. Берем стейк с репло, любимый. Да. И нам надо его чуть подмариновать. Мы для этого возьмем чесночок, белый перец, кинзу. То есть, ты будешь делать пасту. Да. Перебиваем все в ступе до однородной массы. Натираем наше мясо затем им. Запах какой пошел. Шикарно. Это соевый соус, да? Да, это соевый соус для того, чтобы меньше использовать соли. Шатайцы, как правило, все добивают либо рыбным соусом, либо соевым соусом. Кто не знает, рыбный соус – это фактический соус из... Ну, мягко выражаясь. Да, ферментированная, перебродившая рыба на солнце. Ферментированная рыба, сгнившая. Да. Мясо замариновали, отправляем его пока в холодильничек. И подготовим наш соусок. Заправку. Заправочка, да. Для этого нам понадобится рыбный соус, фреш лайма либо лимона, сахар пальмовый. Вот это он. Да. Если нету пальмового, можно заменить обычным. Заправочка делается, как правило, один к одному. Фреша с рыбным соусом. Взбиваем это все до растворения сахара. Пробуем на вкус. И добавляем уже чили, по той мере, как кто любит, скажем так. Это сушеный чили? Да, это сушеный выжаренный чили. А выжаривают зачем? Для того, чтобы раскрылся аромат. Усилий для аромат. Да. Сперва. Он приходит высушенный, но когда ты его обжариваешь, он опять надувается и становится таким плотненьким. Теперь берем овощи. Овощи не обязательно брать, такие как у нас, скажем там, лук, сельдерей, помидор. Можно брать по сезонности и то, что вы любите. Чем больше зелени, тем интереснее. Достали наше мясо, идем к хосперу жарим его. У кого нет хоспера, гриль, сковородка, мангал. До какой градации мы жарим его? В идеале до медиума, а там как люди любят. Сухое мы не особо приветствуем. Мясо наше пожарилось. Нарезаем. Порезали мяско, вкладываем на тарелочку. Достаточно, конечно, у нас такой большой стейк получился для салата. Друзья, сегодня готовили салат тайский с говядиной. Классическое блюдо, полное запахов, ароматов и остроты тайской. Блюдо отличное для любого сезона. И летом, и зимой мясное отлично сочетаются тайские вкусы с говядиной американской. Ну, на сегодня все. Подписываемся на канал, благодарим USMF, Американскую федерацию экспортеров мяса, за поддержку канала и за поддержку всего проекта в целом. Спасибо за внимание, до следующих встреч. Момент истины. Пробуем. Берем кусочек мяса, макаем соус. Отлично. Отлично. Сочетание вкусов тайских, азиатских, замечательно. Супер. Рекомендую. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...